Привет, народ! У нас настала настоящая осень. На улице всего 4 градуса, холодно, сыро. Поэтому самое время отправиться за щукой. Погнали! Начнем по классике с джига. Все-таки осень как-никак. Глубина здесь небольшая, но джиг бывает иногда срабатывает гораздо лучше всего остального. Главное на первом забросе никого не зацепить. Первый запрос мимо. Погнали дальше. Погнали. 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 только поставил воблер тут же поклевка magic не хотела magic вообще брать отказалась только поставил воблер тут же поклевка на втором забросе вторая поклевка с той же точки и опять на воблер размер стандартный не крупная но бодрая эта точка совсем миляк миляк проводка upstream и она клюет что здесь надо глубокую осенью непонятно ну факт есть факт она здесь стоит и она здесь клюет две щуки с одного места это показатель 3 ах сошла обидный сход надо ладно поводок скрутила попробую вернуться к джигу пока воблера в приоритете как ни странно обычно у нас октябрь месяц все воблеры перестают работать работает джиг в этом году все наоборот новое место сразу начну с воблеров а там посмотрим здесь место довольно интересно небольшой приемок под противоположным берегом акценту быстрое течение поклевки бывают и там и там посмотрим как начну с Белая проводка мимо. Белая проводка мимо. Решил все-таки поставить снова джиг. Не дает он мне покоя. Сейчас проверим. И на дерево. Отлично. Продолжение следует. Нет поклевок на очевидных местах. Казалось бы место идеальное. На меляке она стоит, а на емках нет. Очередное интересное место. Обычно щука здесь стоит. Сейчас проверим. Поехали. 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 а вот он вот он вот он прям под берегом некрупно но ударила хорошо и опять на воплер будем отцеплять отпускать смотрим может она здесь ни одна а 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 не больше не хочет сместился буквально метров на десять раз попал бы не здесь раз попал бы не здесь был тучок был тучок да ловится нет а а а а а а а а а с и а здесь есть это уже Все хорошо. Ловить неудобно, берег довольно высокий, а под берегом коряга и кусты. Много зацепов. Не хочет долавливаться, перевязался на джиг, может смену приманки сыграет. Субтитры создавал DimaTorzok Пойдем в другое место, пробираюсь к очередной точке, трава повыше меня родственному. Вот и точка. Тут довольно мелко. Глоблер траву цепляет. Иногда в этой траве она стоит. Видимо не в этот раз. Вот и точка. Играет пузыка. Сдёрнул так хорошо, но мимо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Но это размер несъедобный. Корректор А.Кулакова Плещется. Корректор А.Кулакова Воды почти на полметра выше обычного уровня. Корректор А.Кулакова Поклёвки есть, поклёвок довольно много, но либо мимо, либо сходы. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Поклёвки есть, но они вялые, без удара практически. И тут же сход. Корректор А.Кулакова 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 С велосипедом эта задача, конечно, усложняется, но, благо, сейчас нет всякой вьющейся фигни, которая цепляется за все подряд. Так что полезем. Да, с велосипедом это, конечно, то еще удовольствие лазить по таким кустам, ну куда деваться. Зато место хорошее. Сейчас мы здесь и половим. Здесь она должна стоять. Опять поставил воблер, так как здесь травы много, она почти до вверх идет. А воблер проходит над ней, и щука его замечает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Воды много, течения прибавилось. Пора заканчивать на сегодня рыбалку. Последняя точка поклевок не принесла. Ну, в целом рыбалкой я доволен. Поклевок было много, много пустых, ну, так же и поймал несколько штук. Всем пока и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова